Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас всех приветствовать на моём канале, милые девочки. Сегодняшнее видео будет чисто для вас, только для вас. Если ко мне зашли мужчины, мальчики, так же вам буду очень рада. Но я знаю, что вам такое видео будет малоинтересно. Но, кстати, вы можете этим видео поделиться своими прекрасными женщинами, женами, подругами, мамами, сёстрами. Я надеюсь, что они с удовольствием посмотрят. Но если не захотят смотреть, ну что ж, ничего страшного. Но зато вы сделаете благое дело, как говорится. Поделитесь данной информацией с женщинами, с любимыми женщинами. Я считаю, что мама, бабушка, любимая женщина – это любимые женщины. Так что, как-то так, мои хорошие. Ну, если нет, то просто перейдите на другой канал. Или можете посмотреть мои другие видео. Кстати, есть тоже очень даже интересные. Ну, а сегодня у меня информация именно для женщин. Девочки, я такая же, как и вы. Я такая же простая. Как говорится, вот, как говорят, знаете, последнюю рубаху отдам. Я так же, девочки, иногда и грущу, так же иногда и реву, так же иногда и ленюсь. Но всё равно стараюсь заниматься собой, своей внешностью. Поэтому на сегодняшний день я выгляжу вот так, девочки. Да, у меня были такие моменты в моей жизни, когда мне было на себя просто-напросто плевать. Но потом я, знаете, сделала такой вывод, что если я сама не полюблю себя, то кто полюбит? Никто не полюбит. Главное, женщине, полюбить себя и сделать из этого выводы. Какие бы жизненные ситуации вас не касались. У нас, знаете, у многих бывают, как там, с мужчинами проблемы, какие-то там неполадки в семье, даже разводы. Женщины просто-напросто после этого опускают руки, почему-то считают себя такими слабыми. На самом деле мы, женщины, очень даже сильные, очень сильные. И мы всё преодолеем. Мы пройдём и огонь, и воду, и медные трубы. Вот, всё преодолеем. У меня также была такая же ситуация в моей жизни, уже в возрасте плюс. И ничего, всё преодолело. Сейчас мой муж при мне, всё хорошо, всё прекрасно. Не знаю, что будет дальше. Это, знаете, как говорится, только тому Богу известно. Но главное, чтобы не опускать руки и следить за собой, ухаживать за собой. Это самое главное. Девочки, не всё зависит от дорогих косметологов. Не всё зависит от дорогих операций или уколов красоты. Всё зависит с нами от нас с вами, от наших с вами ручек и от народных средств. Вы знаете, я вот недавно прочитала одну статью такую интересную, где наши звёзды делились рецептами красоты. Я не думаю, что это была реклама, потому что именно рассказывали о том, какие именно народные средства они применяют для своего моложения. Это, девочки, из сметаны. Это, девочки, желатин. Это бананы. Это клубника. Огурцы свежие. Кефир. Теперь, девочки, там можно перечислять от и до. Именно, мои хорошие, вот наши звёзды, любимые, да, вот, которых мы с вами каждый день наблюдаем на телеэкранах, используют в данное время натуральные средства. Мне там пишут многие девчата, ну, если бы так было всё легко и просто, наши звёзды бы не делали уколов красоты, там ботокс, там всякие процедуры хирургические, те, чтобы сделать своё лицо красивым, молодым, потянутым. Да, я с вами согласна. Потому что у них лень. У них нет на это времени. Ну, у кого есть на это, не то что время, желание, те делают, те делают. И очень даже рады. Кстати, по-моему, Лариса Долина, по-моему, Лариса Долина, если мне память не ошибает, не ошибает меня, вот. Она, кстати, говорила, что в последнее время она просто подсела на народные маски, на массажи лица, вот именно народные, занимается своим лицом и очень даже довольна. Так что, девочки, не все наши звёзды склонны вот к этим процедурам. Ну, как-то так, мои хорошие. Я лично так считаю, что я боюсь всего этого, девочки. Боюсь этих уколов, красоты. Боюсь этих операций. Я считаю, что надо использовать вот именно народные средства. Наши руки, девочки, наши руки, они готовы нам с вами помочь. Главное, чтобы не лениться и делать это на регулярной основе. Мне там все писали, что у тебя, Лена, лоб неподвижный. Лоб мой неподвижный. У тебя межбровка неподвижна. Я вам сейчас, мои хорошие, покажу, что у меня нет никакого, никаких уколов на моём лбу и на моей межбровке. Ну, а тем более здесь тоже нет, девчата. Это просто смешно. Вот вы знаете, я посмотрела видео мамы-отличника, которая там себе наколола эти уколы. Вот в каком ужасном состоянии было её лицо. Я посмотрела и просто была поражена. Как она ещё не побоялась всего этого сделать. Потому что у неё, как бы, по диагнозу у неё сахарный диабет. Этого нельзя делать. Этого просто нельзя делать. И она себе всё это дело здесь наколола, всё это сделала. Значит, у неё нет никакого сахарного диабета. Я так понимаю. Иначе бы она просто на это не решилась. И что вы думаете? Вот после всех этих уколов она стала выглядеть лучше? Вот, девочки, ответьте мне. Она стала выглядеть моложе? Вот буквально сегодня её видео посмотрела. Вчера ещё её видео посмотрела. Я считаю, что нет. Нет, что нет. Так какой резон делать, допустим, мне эти уколы красоты, когда я буду знать, что я останусь такая же? Или такой косметолог попался, я не знаю, который он там хвалил, вот иду, с ней там целовалась, обнималась. Но результата-то, мне кажется, нет, девочки. Если я не права, напишите мне, пожалуйста. Я не хотела говорить об этом про маму-отвечника, но всё-таки вот решила сказать. Вот. А сейчас я вам покажу мой лоб и межбровку покажу вам. И вы посмотрите, друзья, есть у меня какие-то уколы красоты или нет. Ну что, вам интересно? Тогда смотрите. А, ну а сейчас сами наблюдайте, что если бы у меня были уколы красоты, то у меня вот такой бы здесь хрени не было. Вот, девочки, смотрите сами. Вблизи вам показываю. Ну что, мои хорошие, увидели? У меня лоб неподвижный, как вы говорите, потому что я каждый день занимаюсь, как говорится, техникой для своего лба. Техникой. Ручками, ручками, девочки, ручками. Делаю массаж для лба и вот межбровка у меня. Делаю массаж. Два-три раза в неделю я делаю массаж для лица, девочки. Для лица делаю массаж. И очень довольна результатами. Почему вы все считаете, что если вот вам блогер показывает, то у него там уколы красоты? Почему вы даже не допускаете мысли о том, что человек добился все это своими стараниями, как говорят, своими стараниями, своим трудом, своими ручками, средствами, которые находятся у нас у каждой женщины на кухне. Почему вы даже этого не можете допустить? Ну это просто глупость какая-то. А вот мне Наташенька постоянно пишет, она моя уже давняя подписчица, мы с ней уже много лет, как говорится, общаемся, она меня смотрит, вот, живет она за границей, и она, знаете, мне пишет, говорит, Лена, если бы я не знала, как все это делается, как люди выглядят после уколов красоты, после ботекса, я бы, говорит, может, им поверила, но она правильно мне пишет, что у меня ничего этого нет и никогда не было и надеюсь, никогда не будет, никогда не будет. Просто надо себя любить, ценить и уважать. Надо не лениться, каждое утро вставайте. Делайте для лица сперва контрастный душ. Вот, если вы крем положили на ночь, да, утром смойте крем, можете смыть молочком, пенкой для лица, можете сделать солевые ванночки для лица, очень хорошо помогают, прям ванночки для лица, для шеи, для зоны декольте, девочки, очень хорошо помогают, ну, хотя бы два-три раза в неделю, больше вам этого и не надо будет. Ваша кожа уже будет вас любить, ценить, как говорится, и почитать. Вот, кто мне пишет, что у меня идет асимметрия лица, да, девочки, хочу вам так сказать, что у меня вот, верхний мост полупустой стоит, и нижний, я же вам не буду раскрывать, показывать, девочки, если здесь у меня есть зубы, на этой стороне у меня зубов уже что-то не осталось, можно так сказать, поэтому у меня идет асимметрия немножко лица, не пишите мне всякие гадости, мне это просто неприятно читать, понимаете, вы все женщины, вы все умные, вы все красивые, не судите людей, не надо этого делать, и все у вас будет прекрасно, да, вот у меня сейчас такая проблема идет, я это сама вижу, я сама все это замечаю, но что я поделаю, я пока ничего не могу поделать, мне пока комфортно так ходить, какие у меня есть, как говорится, зубы, такие есть, у меня девочки просто нет бешеных денег, чтобы поставить себе вот полностью зубы, да, и то неизвестно, эти приживутся или не приживутся вот эти новомодные наши, да, зубы, как говорится, у меня там не за что цепляться просто-напросто, не наверху, неприятно просто вам это все показывать, не за что цепляться, поэтому у меня идет асимметрия, если бы у меня там были зубы на низу пустота и наверху у меня также девочки, то у меня, как и здесь, было бы все нормально, так что не надо мне писать всякие гадости, всякие глупости девочки, я вот это сейчас видео сниму, больше я об этом повторяться не буду, просто вам хочу сказать, что я считаю мою кожу лица, мою шею, зону декольте, считаю просто в отличном состоянии, мне так говорят, что у меня руки старые, девочки, они у меня не старые, просто бывает, так иногда камеру поставишь, ну как бы ракурс не тот поймаешь и кажется, что руки старые, у меня девочки руки не старые, кто меня знает, вот, кто меня видел, те также видели мои руки, я, кстати, даже приходила к Светлане в наш мясной отдел, говорю, Светочка, ты мне скажи, я так плохо выгляжу, у меня очень много морщин, у меня руки старые, она говорит, нет, нет и нет, говорит, выглядите вы просто прекрасно, Елена, и руки у вас в прекрасном состоянии, так что, девочки, не надо мне там писать всякие гадости, не надо, я такая, как все, я такая, как вы, мои хорошие, ничем вас не лучше, ничем вас не хуже, все прекрасно, просто я слежу за собой, ухаживаю за собой, и это большой плюс, я считаю, для женщины, тем более возраста плюс, не каждый сможет так, как я, а я это умею, и я это могу, и я делюсь с вами своими результатами, в надежде на то, что вы, мои дорогие, возможно, как-то посмотрите на меня, и поймете, что и вам тоже не слабо, понимаете, и вам тоже не слабо, и вы тоже сможете улучшить свою кожу лица, стать моложе, а стать моложе в нашем возрасте, ой, как нелегко, мне девочки уже скоро, 12 мая будет, 58 лет, но я считаю, что я выгляжу просто отлично, не знаю, кто меня там будет осуждать, но я считаю, что я выгляжу просто отлично, у меня девочки нет больших морщин, вот здесь, возле глазок, нет, у меня особо нет больших отеков под глазами, носогубочки у меня такие, это самое, и облак лица у меня тоже более-менее подтянут для моего возраста, хотя, как говорится, хотелось бы и лучшего, вот, немножко вес снизила, но лицо, девочки, у меня всегда начинает худеть почему-то в последнюю очередь, ну, я надеюсь, что вот будет третий месяц моего снижения веса, да, повторный, вот, и у меня немножко лицо тоже, как говорится, преобразится, хотя я так считаю, что я выгляжу тоже неплохо, вот так-то, мои хорошие, любите себя, цените себя, берегите себя, надеюсь, вам это видео будет полезным, и вы сможете и меня поддержать, и себя поддержать, если вы хотите в 60 лет выглядеть просто на ура, то применяйте народные маски, вот, не обязательно, девочки, ходить к дорогому к косметологу, не обязательно это делать, просто надо ухаживать с тобой дома, подручными средствами, с народными средствами, та же самая сметанка, тот же самый кефир, те же самые огурцы свежие, помидоры, соль, это все подходит для нашего лица, для омоложения нашего лица, я надеюсь, вы меня услышали, ну, а я буду стараться делиться с вами новыми рецептами масок, буду вам показывать свои старые, уже забытые рецепты, чтобы вы, если захотите, попробовали их, и оценили, я вас всех очень люблю, с вами была ваша Елена, всем пока-пока, увидимся, пишите ваши узлы в комментарии, пожелания, подписывайтесь на канал, если вам не трудно, переходите на мой канал Яндекс.Н, буду всем очень рада, спасибо за просмотр,